Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Минер и сегодня у нас торжественное событие, а это рост курса БСВ. Чем же нехорошее событие для нас, как именно рост курса. И сейчас мы поговорим об этом, почему это происходит, что нам предлагает Binance и, в общем-то, чего я ожидаю от курса. Так, ну, наверное, первое, что стоит сказать, почему, в общем-то, этот рост пошел сейчас, потому что, по-моему, именно сегодня, 1 апреля, был анонсирован и запущен стейкинг монетки БСВ на бирже Binance. То есть ссылка на биржу Binance будет в описании, на DexBiswap тоже будет в описании. Ссылки реферальные позволят вам сэкономить какой-то процент на комиссиях. Итак, что мы видим? Как видите, у нас есть раз, два, три, четыре варианта стейкинга монетки БСВ. В общем-то, все сейчас, что происходит, это происходит у нас, в принципе, после того, как была залищена монета на сам Binance. Сейчас уже, как говорится, второй этап идет, да, запустили стейкинг на Binance. И это все в рамках маркетинговой программы, которую все так долго ждали, там, сколько, 9 месяцев ждали, когда БСВ запустит эту маркетинговую программу. И вот, в общем-то, она начала работать, ну, и по курсу видно, что она действительно работает. Ну, об курсу вернемся чуть попозже. Что у нас сейчас есть? У нас есть стейкинг с локом. То есть, это стейкинг похож на то, что есть у нас на самом БСВ, в разделе ланч пул, в разделе стейк. У нас есть такое понятие, как холдер спул. Я о нем, в общем-то, рассказывал, что это пул с локом на 90 дней. Он необходим для участия в разных акциях, там, покупки NFT, необходим для игры в кальмарово. Здесь должно быть определенное количество монет. В общем-то, стейкинг с локом на 90 дней. И на Бинансе у нас есть тоже три варианта. Первый стейкинг, это лок на 30 дней, 70% получаем. Потом идет лок на 60 дней, получаем 76%. И есть лок на 143%, если мы, ну, точнее, 143%, если мы лочим на 90 дней. Ну, в принципе, я, наверное, какую-то часть сюда закину. Идем дальше. Также у нас идет в рамках, опять же, того же маркетинга, идет акция. Типа, учись и торгуй бисвапом БСВ вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Что здесь надо? Здесь есть как бы две части. Одна часть 75 тысяч долларов, вторая часть 15. И где-то еще должно быть. А, и, наверное, оставшиеся 20 тысяч долларов будут раскиданы по 200 долларов всем, кто примет в участии в акции С. Итак, давайте по порядку. Акция А. То есть нужно учитесь, либо ложите депозит, либо обменивайте БСВ. То есть первое, что нужно, положить депозит в размере 500 БСВ. Я, в принципе, это сейчас и сделаю. Или сделайте оборот на сумму 700 БСВ в соответствующих торговых парах. Но если мы нажмем сюда в торговых парах, то это, в принципе, нас кидает на курс БСВ к доллару. Закончите чтение вводной статьи БСВ. Это у нас вот эта вот статья. Вот эта вот статья. То есть у нас уже полноценно, да, Binance рекламит БСВ. Вот такая вот статья. Ну, то есть, в принципе, все то, что я рассказывал вам о видео, об этой платформе. Ну, краткая история, инструкция, да, по поводу БСВ, как пользоваться. Он даже нам про робиков, про NFT. Ну, тут все, в общем-то, кто пользуется БСВ, он тут, в принципе, уже все знает. Потом дальше еще нужно пройти какой-то тест. Вот если мы сюда клацем, мы, собственно говоря, а, вот, собственно говоря, тест. Будем потом, буду покопать, буду его проходить. Но это по инструкции. То есть тот, кто прочитал вот это вот все дело, здесь, по идее, должны быть все ответы на вот этот вот тест. Так, и по-краткому набросал ответ на этот тест. Смотрите, что первый вопрос. Комиссия на БСВ 0.1. Процент возврата до 90. Это по комиссии. Потом максимальное количество 700 миллионов. Сейчас в блоке 20 монет. Максимум рефералка 20% при определенном стейкинге в холдерс пуле. Так, NFT стейкаются у нас робики только. NFT награды в робиках платятся вот в этих монетках. Комиссия на маркетплейсе 1%. Дистрибьюция идет 50 на 50 между buyers and sellers. Но тут как бы чуть-чуть я не совсем разобрался, но я выбрал А. И вроде как, видите, все прошло. И сертификация Certic. Вот такие ответы я давал. Идем дальше. И таким образом, в общем-то, положили депозит, либо торганули на 700 долларов. Прочитали статью, ответили на тест и, в общем-то, принимаете участие. В акции B. Поделиться рекламным плакатом, чтобы разделить 15 тысяч долларов в ваучерах на токен BSV. То есть, ну, не сами токены, а ваучеры. Их надо будет, наверное, как-то клеймить. В общем-то, рекламный плакат. Вот, вот этот плакатик. Ну, в общем, я его выложу в разделе сообщества. Тоже постараюсь принять участие в этой акции. Нужно обменять и BSV. То есть, ну, все пользователи с общим объемом торгов 3000 BSV. Включая покупки и продаж. То есть, если я там 500 долларов, это надо 3 раза туда-сюда прогнать. И тогда я получу этот обмен. Ну, в общем, буду с этим разбираться. Нужно в обе стороны. То есть, купил-продал, это уже 2 операции. В общем, вот такие вот дела. Ссылки на это все дело оставлю. Вот, читайте, ознакомливайтесь. Ну, а мы переходим непосредственно к графику. Смотрите. Есть, конечно, график на самом Binance. Но он такой же, понимаете, куценький, коротенький. Он всего лишь там с 21 числа. Нет, да, по факту. Находится. И вот мы видим здесь такую вот, ну, чашку. Писал об этом в сообществе. Давайте глянем на Dex.guru. Здесь более такой длительный график. Он еще, как исчисел, с мая 21 года, с 24 мая. То есть, уже практически недалеко от года. Через там пару месяцев. Апрель, май. Ну, 2 месяца будет год проекту. И вот так вот мы видим. Видим, что у нас есть такая сильная зона поддержки. Она в районе доллара. Но на самом деле идет ниже. Даже там с 90, с 87 центов. И вот куда-то в район доллара. Там доллара с копейки. Есть такая вот большая зона проторговки. Ну, вот я, допустим, выделил ее фиолетовым уровнем. И если так вот смотреть, то вот можно увидеть такую чашку с ручкой. Которая вроде как даже уже отрабатывает. И она уже пробита. И вот свечечка последняя у нас как бы зеленеет. На Binance, кстати, на Dex.guru курс выше, да, чем у нас на Binance. Сколько у нас Binance? Не, Binance. Смотрите. Доллар 15. Курс растет. Это, короче, ребята, круто. Так что, если мы тут реально пробиваемся, закрепляемся выше доллара, то следующая наша остановка будет, скорее всего, где-то в районе полтора. А там уже и как бы наши хаи. Доллар 80. Ну, так, выше двух. Это мы кратковременно были. Но торговались где-то в районе доллар 80. Мы уже прям, ну, несколько раз. Да, последние вершины у нас были у доллара 80. И вот здесь была проторговка доллар 80. Ну, и график нам как раз на эти две зоны указывает. То есть, первая зона, вот эта вот палочка, это величина чашки. Наша оттяжка. Если мы пробиваем, ну, уже пробили, вот закрепляемся выше, то мы должны дойти до доллара 50. Это как раз будет нижняя граница вот этой верхней проторговки. А если брать большую величину самой уже чашки, а не ручки, то это как раз идем на наши хаи. Доллар 80. Ну, посмотрим. Я бы склонялся, я в посте написал в сообществе, что, скорее всего, будет откат. Ну, может, мы и дойдем до доллара 50, потом, опять же, протестим доллар перед походом на доллару 80. Но, может, и пойдем вверх, поскольку уже запустилась реально маркетинговая программа. И Binance начал активно топить за Biswap. Потому, может, там и дойдем. Если бы не было вот этого маркетинга и Binance, ну, я бы склонялся к тому, что мы, опять же, вернемся ниже. Что мы как-то вот так вот сходим. И будем вот тут где-то торговаться. Но сейчас я, как бы, вот, знаете, сомневаюсь. Сомневаюсь, что мы пойдем, ну, глубоко вниз. Типа, опять на каких-то там 0,5, 0,3. Туда, может, и не дойдем на самом деле. А все-таки есть надежда, что мы сходим. Доллар 50, доллар 80. Вот такие вот ваши, в общем-то, дела, ребятки. На канале я запустил опрос. Опрос, видите, только запустился. 9 человек проголосовали. Ну, большинство на данный момент склоняется к тому, что мы пойдем все-таки выше одного. Ну, будем выше. То есть мы уже дошли, конечно, выше. Но мы останемся там выше. Но если мы остаемся выше, то это 1,50 и 1,80 наши две следующие цели. Так что заходите, голосуйте. Спасибо за просмотр. Ссылки в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok